Однажды ночью он словал негритянку, и все сказали, он изменил, он обманул свою жена. Вот как люди толкуют все наизнанку. Ведь этой арабке он не доверил важной тайны, он по-япански смеет, не говорит. Значит, она случайна, значит, он не изменил. Во всей классической мировой драматургии, как правило, больше мужских ролей всегда. А дальше мы уже эту идею стали развивать, и я предложила именно поэтическое кабаре, «Серебряное зеркало». И мне, конечно, захотелось сделать, чтобы были неизвестные поэтессы, прозвучали те, которые не звучали нигде. И многие из тех стихов, которые сегодня прозвучат, они даже и не печатались нигде. В наше современное время нельзя просто выходить на сцену и читать, хотя это тоже интересная идея. Но, с другой стороны, если мы говорим про Серебряный век, то есть все литературные кафе, они все были придуманы в начале XX века в Санкт-Петербурге, да, и в Москве. Поэтому идея, в общем-то, не новая, она перенесена на наше время, на нашу эпоху. Мне кажется, это сейчас тоже очень актуально, потому что уже устав от каких-то разных технических сложностей и то, что можно сделать в кино, люди приходят в театр для того, чтобы увидеть актера, увидеть актерскую игру, которая, ну, вот у нас в предлагаемых обстоятельствах поэтического кабары. Когда говорят про Серебряный век и про женскую поэзию Серебряного века, конечно, все знают Ахматову и Марину Цветаеву, наверное, назовут Гиппиус, в лучшем случае еще Тефи. А это громадный пласт абсолютно неизвестной поэзии. У всех этих поэтесс практически у всех очень сложная личная судьба, и многие из них перестали после революции писать стихи, поэтому мне кажется, что это такая наша даже гражданская позиция, чтобы эти имена прозвучали. И, безусловно, эксклюзив, потому что многие имена, которые звучат в нашем спектакле, правда, не звучали нигде. Музыка вся аутентичная, то есть эта музыка действительно того времени, той эпохи. Это то, что могло звучать в русском кабаре или в европейском кабаре. Ну и, конечно, в этом жанре невозможно без Александра Вертинского. Будут роман Савертинского, будет много пластики, будут танцы, будет юмор, поэтому мы всех приглашаем, можно будет отдохнуть, посмеяться. Ну и, конечно, грустная и серьезная нотка тоже будет без нее никак. Вы видите, что здесь уникальная площадка, да? Мы почему специально не делали это на сцене, потому что вот наше замечательное фойе, оно позволяет максимально приблизить зрителя к актерам, и максимально вот эту связь между зрительным залом сократить, да, для того, чтобы получился доверительный разговор. У каждой актрисы в этом спектакле есть свой образ, который удивительно и очень тонко подчеркнул замечательный художник Андрей Климов. И надо сказать, что просто, мне кажется, коллекция костюмов в этом спектакле, она достойна вот действительно дефиле, и это от кутюр. Это высокое искусство, отдельно взятые костюмы, которые работают на образ. Время играть мне, что ты? Много спешной работы. То упусь на книг раскушу, То первый росток подсушу. Вырываю из книг странички, Ломаю крылья у птички. Мы решили, что это должно быть очень красиво, потому что этот спектакль, это должен быть такой реквием по вот этому красивому, удивительному времени, которое было сломано Первой мировой войной, и то время, о котором мы все время тоскуем и вспоминаем. Наверное, это было самое красивое, самое трепетное, самое нежное время в 20 веке, когда существовал культ женщины, и когда люди были озабочены какой-то такой абсолютной красотой и какими-то удивительными, тонкими и красивыми удовольствиями. Я на этом спектакле испытываю то, что я хочу испытывать в театре. Я здесь плачу, смеюсь. Я испытываю эту огромную амплитуду эмоций, ради которых я в театр прихожу. Ты едешь пьяной и очень бедной, по темным улицам совсем одна. То, что Ольга Матвеева нашла такой потрясающий материал, это ее огромная заслуга. И для нас, и, мне кажется, для тех людей, которые будут приходить к нам, потому что я бы очень хотела, чтобы к нам на этот спектакль приходили любители поэзии. Они бы для себя очень много нового открыли. Оля как режиссер, Ольга, она так филигранно вот так вот это все связала, она так выставила каждое стихотворение под определенную актрису. Это же на самом деле все точно для именно того человека, который это будет делать. Поэтому мне кажется, что актрисы, конечно, наши благодаря этому очень раскрылись. Они такого не делали никогда. Но поэзия вообще очень сложный жанр. И я очень рада, что это случилось в нашем театре. Я тоже наших девочек увидела совершенно в другом виде. Они настолько красивые по-женски, что просто многие даже не ожидали, не узнавали наши же ребята и их коридоре. Вот в таком вот виду. Это очень красиво. Каждое стихотворение — это отдельная история. И это отдельная жизнь. То есть это отдельный персонаж. Там раскрывается в этой отдельной истории. Поэтому собирать все это в один какой-то образ в этом нет смысла для меня. То есть мне интересно как раз за время существования на сцене именно в этом спектакле как раз прожить несколько каких-то этих вот историй, этих жизней. Это, конечно, придает вот этот образ феминистки. У меня даже вот жилетка слева направо застегивается. То есть все серьезно. Почти мужчина как бы. Мы так шутили. У нас чисто женский спектакль. А кого вы играете? Мужчину. Но нет, это все равно женщина. То есть как раз через преодоление вот этой вот мужскости, грубо говоря, как раз проявляется женственность, на мой взгляд. Мне вот эти стихи, эти женщины, они близки по духу. Просто лично мне. Мне бы самой хотелось погрузиться в эту эпоху. То есть я вижу в их стихах свои какие-то достаточно современные чувства и эмоции. Единый раз вскипает пеной и рассыпается волна. Может сердце жить изменой? Измены нет. Любовь одна. Вся эта работа была, ну, каким-то сплошным счастьем. А для меня она еще была совершенно новым опытом. Я всю жизнь стеснялась публично читать стихи. Ну, в самом деле, потому что при всем моем как бы уже немалом опыте и серьезном возрасте, как, знаете, мы же прячемся за четвертой стеной, да? И там какая-то своя жизнь происходит. А тут совсем другие условия существования. Поэтому тут только честно и только всерьез, когда зритель вот на расстоянии руки протянут от тебя. И это была очень такая школа для нас хорошая в самом деле, потому что мы столько узнали об этом времени и об этих женщинах. И еще, знаете, наверное, вот эти женщины – это такая даже не уходящая, а ушедшая натура. Мы же давно разучились ходить, носить платье, держать спину, мы несемся в джинсах, в телефонах, да? И вдруг вот вернуть вот этот аромат эпохи и этих женщин, которых уже нет, ну, по-моему, они прекрасны. Спасибо.